МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Есть люди, которые, подобно старику Хатабычу, недоумевают. Зачем эти 11 достойнейших из достойных бегают по полю, отнимая друг у друга невзрачный серенький мяч? А ведь это настоящая стихия, маленькая жизнь на кусочке зеленого газона. Все приходят же сначала в футбол играть не из-за того, что в футбол, а посмотрели хороший репортаж и сказали, я хочу быть так, как он. Но не каждый понимает, чтобы быть как он, великий простой футболист, это надо пролить 7 потов на тренировке, надо жить этим делом, от чего-то, может быть, отказаться ради этого дела. Это все не просто так. В годы юности моего героя такие дворовые игры, как футбол, с успехом заменяли и продленку, и спортзал, и телевизор. О компьютерах и смартфонах и говорить нечего, их попросту еще не было. А мальчишки с замиранием сердца наблюдали не за электронными стрелялками, а за тем, как вздрагивала после свидания с мячом потрепанная сетка. Мне кажется, вам любой тренер скажет, какой бы гол ни был, самое главное его забить. О голах Виталий Федулов знает не понаслышке. Интересно, все ли его нынешние воспитанники в курсе, что занимаются подзорким руководством легенды рязанского футбола. Это ведь на его счету знаменитый решающий гол в падении через себя. Вот я его помню перед глазами, он как сейчас стоит. Вот отскочил мяч так вот перед собой, что ну никак, как через себя ножницами пробить этот мяч нельзя. Или просто прыгал бы дальше, или просто бы защитники выбили. Ну просто, знаете, это как-то, это все не наигранно было, спонтанно, что именно на ту секунду что-то там... По-другому быть не могло. Не могло, и я вот решил пробить так. О том, что произошло, он понял по оглушительному реву трибун. И осмельтесь после этого сказать, что футбол не обладает динамичностью хоккея и безрассудством единоборств. Вот уже 13 лет Виталий Федулов рассказывает детям о захватывающих пасах, навесах, различных финтах и эмоциях в процессе реализации пенальти. Это замечательная работа, мне нравится работать с детьми. Я, честно вам скажу, я не думал, что там, да, после детей я там захочу возглавить кого-то там взрослую команду. Я со своими детьми одно единое целое. То есть я стараюсь привить вот этот характер, который у меня вот есть, что нельзя проигрывать, да, то есть это самые высокие все цели ставить. Ну уж если как послабление, я всегда ему говорю, ну если уж проигрывать, проигрывать, но так проиграть достойно, чтобы себя потом не укорить, сказать, что я вот там что-то не доделал, что-то не сделал. Не так давно Виталий Федулов получил очередной титул лучший дворовый тренер. Звание само по себе ничего не дает, но это как посмотреть. Ему ли не знать, что уже в 12 лет время для футбольной карьеры может быть упущено. Когда-то он и сам попал в футбол абсолютно случайно, а задержался на всю жизнь. Ну когда чувствуешь эту отдачу, то есть ну как бы крылья вырастают, да, вот ты пришел мальчик, ему 6-7 лет, он практически ничего не умеет. И когда он заканчивает нашу спортивную школу, ему 16-17 лет. Он благодарен тебе. Вот уже три года он закрывает маленькую тренерскую сверху до низу, заставленную наградами, садится в машину и едет в поселок Соколовка, к ребятам, которых некому возить к тренеру, чтобы научить играть в футбол. Тот, кто как бы не отступает, не сдается, ну тому дорога, тому больше перспектив и шансов пробиться. Дворовый футбол в России и ранее в Советском Союзе явление в некоторой степени уникальное. Это не Европа, где школьники идут погонять мяч на идеальный зеленый газон с трибунами, но и не Африка с Латинской Америкой, где мяч – не что иное, как бумага, туго набитая в чулок. Кстати, именно с помощью такого снаряда когда-то практиковал свои навыки в Великой Пеле. Путь Виталия Федулова тоже не всегда пролегал под овации трибун. Пришлось даже пойти на маленькую хитрость, поступить в Рязанское училище связи, чтобы иметь возможность тренироваться в образованной там футбольной команде. Я решил убить сразу двух зайцев, получить высшее образование и продолжить играть в футбол. То, что мы могли потрепать нервы любому сопернику – это однозначно. Через пару лет он понял, ни за что не променяет футбольное поле на плац. Его главным оружием всегда оставался кожаный мяч. И надо признать, и этим снарядом он научился пользоваться виртуозно. Я играл против тех людей, которых я считал кумирами. Потом я стал судить. Они тоже. Кто-то заканчивал, кто-то уже стал тренером. Не выйдя на замену, но я уже весь в игре, уже такой сконцентрированный. И уже так уже думаю, как себя там проявить. Это первый набор мальчиков, которых я набрал. Это мальчики 92-го года рождения. Это на нашем стадионе «Спартак» Дмитрий Оленичев, известный наш футболист, «Спартаковец», который сейчас является главным тренером команды «Арсенал Тула». Это он к нам привозил команду. Я, наверное, на этой игре был резервным арбитром. Он уверен, в спорте не получится на авось. И каждый день объясняет это мальчишкам, которые еще не до конца понимают, что встречи во дворе или на стадионе гораздо полезнее общения онлайн. Когда-то Виталий Федулов только с командой «Торпедоскопин» стал чемпионом области. Играл на чемпионате первенства России в третьем дивизионе. В другом в чем-то я себе не представлял. И мне хотелось остаться в футболе. Я перешел на тренерскую работу. Это заключительный мой сбор в качестве арбитра. Это в городе Крымске в 2012 году. Нет сомнений, в прежние времена ему удалось бы достичь подэлитного дивизиона страны и значительно продлить свою карьеру, если бы не пресловутый возрастной ценз. Когда я был сам футболистом, мне всегда казалось, такой я был спорщик. Мне казалось, что футболисты свистят против нас, делают что-то не то. Судьи делали что-то против нас не так, что они не понимают, что я лучше понимаю, я лучше знаю. И когда чисто случайно мне предложили попробовать свои силы в судействии, я думал, я сейчас пойду, возьму свисток, буду судить. Я все знаю, все умею. Побирал футбол там в 10 лет. Четыре года он защищал цвета профессиональной команды Рязанской области. Но как раз теперь считает, что более успешным оказался именно в судейской карьере. Те 8 лет, которые я отсудил, мне приносились радость, удовольствие. Знаете, если бы сейчас это все вернуть, отмотать, я бы сейчас с удовольствием пошел в судейский. В глубине души каждый футбольный болельщик. Если не судья, то как минимум капитан. Кто не кричал, сидя у телевизора, мазила или заходи слева. Футбол давно стал для России национальным видом спорта. Причем не только для мальчиков. Наши девчонки бегают по полю и забивают голы не хуже сильной половины человечества. Дочка Виталия Федулова тоже не смогла усидеть на зрительской трибуне. Много лет защищала цвета своей футбольной команды. Теперь она у папы главный советчик. Если какие-то возникают у меня вопросы, какая-то дилемма, я вот подхожу, ее зовут Ирина, и говорю, Ирина, а как бы ты так поступил? В их семье вообще в почете преемственности поддержка. Виталий вспоминает своих родителей, которые до сих пор в любую минуту готовы выслушать и помочь. Награды и кубки – это здорово, но чего они стоят, если не с кем разделить очередной успех? А если только нужны были слова поддержки, они всегда мне это высказали, говорили. То есть за это огромная благодарность. А что касается сегодняшних родителей, вы знаете, вот если честно, говорю откровенно, да, немножко сейчас все равно идет этот перекорд в такую сторону, что сейчас родители слишком иногда опекаются своих детей. То есть если уж он занялся играть в футбол, он должен быть супер какой-то футболист. У каждого свое понимание супер. Мне показалось, что для Виталия Федулова это прежде всего возможность заниматься своим делом с душой. Тогда и результаты не заставят себя ждать. Моя команда 2004 года рождения завоевала первое место и получила путевку в Нижегородскую область, да, уже на всероссийский турнир «Лакобол». Я впервые участвовал со своей командой, это проводили турниры среди смешанных групп. Смешанную группу, я коротко поясню, это два мальчика играют в составе, да, мини-футбол, два мальчика и две девочки, ну, вратарь мальчик. И вот. И среди смешанных групп мы заняли второе место. Можно бесконечно долго рассказывать о том, за какие команды ему приходилось играть самому или сколько благодарных воспитанников вспоминает его доброе имя сегодня. Он спортсмен до мозга костей. Если не мяч, то лыжи. А свою первую грамоту в жизни вообще получил за участие в шахматном турнире, еще будучи в третьем классе. А если серьезно, то нужна огромная сила воли, чтобы, завершив карьеру на пике популярности, не растерять мастерство и найти в себе мужество снова выйти на поле, уже в новом качестве. У меня до сих пор нет вредных привычек. До сих пор. То есть, понимаете, то есть спорта дал мне много. Да и он в долгу не остался. Посвятил футболу всю свою жизнь. А главное, научил мальчишек чувствовать, что значит коротенькое слово «гол», когда оно оглушительно разносится над трибунами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры подогнал «Симон»